Важные вопросы, которые беспокоят на сегодняшний день людей с ограниченными возможностями, задали активисты регионального отделения общества инвалидов представителям всех ветвей власти. Традиционная встреча состоялась в минувшие выходные. Подробнее о том, как прошла встреча, в материале моей коллеги Ольги Русул. Ежегодно актив регионального отделения Всероссийского общества инвалидов организует встречу с представителями власти, чтобы рассказать о своих проблемах. Как показывает практика, такая форма общения приносит хорошие результаты. Надежда Ковалевская, председатель общества инвалидов, в начале встречи поблагодарила представителей региональной власти за обустройство территории около здания, где располагается общество. Во-первых, я бы хотела сегодня поблагодарить нашего губернатора Александра Витальевича за то, что он дал указания, предложения благоустроить нашу территорию. У нас была очень большая проблема. В прошлый год нас просто здесь засыпало снегом. Не было стоянки для автомобилей служебных. И на сегодняшний день это всё здорово нам это сделали. От проблем решённых перешли к насущным. Вопросов за год у членов общества накопилось много. Пожалуй, один из самых важных – льготное зубопротезирование молодых инвалидов. Зубопротезирование сейчас у нас могут воспользоваться компенсацией люди пожилого возраста. Это женщины 55, мужчины 60 лет, не работающие. Мы обращаемся, чтобы сделали такую компенсацию для молодых инвалидов до этого возраста, не достигшие. Присутствующие на встрече депутаты окружного собрания инициативу не только поддержали, но и рекомендовали воспользоваться опытом соседних регионов, где в список льготников на услуги зубопротезирования включены даже дети. В целом, здесь этот вопрос, к нему надо очень тщательно подойти и пересмотреть относительно и инвалидов. Я хочу сказать, у нас не рассматривается почему-то и детское население. По мнению депутата Натальи Кордаковой, эти вопросы можно решить. Надо только грамотно и системно подходить к поиску ответов. Вы можете смотреть, какие вопросы значимы для вас. Вы всегда можете приходить на любую комиссию, и мы всегда вас услышим и всегда поможем. Но для этого, конечно, необходимы четкие расчеты. Мы должны понимать, что это необходимость. Еще один вопрос, который беспокоит членов общества, это ежегодные выплаты ко дню инвалидов. После непродолжительных расчетов в итоге имеем. Инвалид потерял, у него изъяли 3600, неинвалиду добавили 1400. По-моему, это говорит о социальной несправедливости. По-моему, когда мы обсуждали, если я, конечно, ни в чем не ошибаюсь. Кроме того, члены общества инвалидов обратились к властям о возможности индексации выплат. Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов отметил, что изменения были приняты с учетом пожилых людей старше 70 лет. Говорит, что инвалиды потеряли, но у нас же есть инвалиды и после 70 лет, которым было установлено повышенная выплата. То есть, как бы, я вас, можно я закончу, что инвалиды, которые достигли 70-летнего возраста и живут дальше, и у них выплаты будет уже в повышенном размере больше 16 тысяч. Кроме того, он напомнил, что каждые пять лет пенсионеры и инвалиды получают повышенные выплаты в связи с юбилейным годом. К юбилейным годам, к дню образования округа выплаты, который существует, который получают, она будет повышенной. Также в ходе встречи активисты общества инвалидов озвучили вопрос субсидирования авиаперелетов для молодых инвалидов и другие. Напомним, что в региональном обществе инвалидов состоит 825 человек. Всего же в Ненецком округе такой статус имеют 3 150 человек. 176 из них – дети. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok